Виталий Геннадьевич, мы в этом году 172 миллиарда приличные деньги очень направили на поддержку субсидирования гражданской авиации, на ряд программ. Как эти деньги освоены и каковы результаты? Как на тарифы отражается, что происходит, особенно по тарифу эконом-класса? Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, на самом деле вы абсолютно правы, в этом году гражданской авиации России была выделена беспрецедентная сумма в размере 172 миллиарда рублей. Из указанного объема средств поддержки 100 миллиардов приходится на субсидирование внутренних воздушных перевозок, более 27 миллиардов направляем на традиционные программы субсидирования региональных перевозок, перевозок наименее социально защищенных категорий граждан и субсидирование нашей дальневосточной компании «Аврора». На компенсацию стоимости, возвращенных пассажирами билетов, предусмотрели мы с вами 19,5 миллиардов рублей из этой суммы. Также поддержка госкорпорации по организации воздушного движения. Мы окажем помощь в объеме 15 миллиардов рублей. Более 7,5 миллиардов предоставим 11 закрытым аэропортом Юга. И 2,9 миллиарда рублей мы поддержим по итогам года грузовых авиаперевозчиков. Я чуть-чуть подробнее остановлюсь на реализации данных программы, данных объемов субсидий. Наиболее существенный объем финансирования в размере 100 миллиардов был направлен, как я сказал, на цели субсидирования внутренних перевозок, из которых мы на текущий момент выплатили уже 96 миллиардов. С учетом этой меры поддержки мы планировали перевезти по результатам года 100 миллионов пассажиров. Хочу напомнить, мы хотели 90 миллионов пассажиров, это внутренние воздушные линии, и 10 миллионов пассажиров мы планировали перевезти по международным воздушным линиям. По оперативной информации на сегодня, российскими авиакомпаниями с начала года уже перевезено 87 миллионов человек, из которых 71,4 миллиона – это внутри страны, и 15,7 миллиона – это на международных линиях. Международный пассажирский трафик обеспечивают нам 15 российских авиакомпаний, они летают в 22 страны зарубежных. К нам летает 51 иностранная компания из 25 зарубежных стран, что тоже очень важно, это увеличение произошло. С учетом пролонгации режима закрытия аэропортов в Юго-России, мы планируем перевезти в текущем году примерно 94-96 миллионов пассажиров, это порядка 80 миллионов пассажиров внутренней воздушной линии и 16 миллионов международной воздушной линии. Это произошло вследствие закрытия 11 южных аэропортов, которые, если бы были открыты, мы бы смогли дополнительно перевезти около 19 миллионов пассажиров, что происходит практически ежегодно. И наш результат тогда был бы примерно на 2-4 миллиона человек лучше, чем результат 2021 года, когда, я напомню, мы перевезли 111 миллионов пассажиров. И я хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за принятое 25 июля этого года на совещании также с членами правительства решение о продлении поддержки авиаперевозчиков на низкий сезон перевозок. Мы сейчас работаем в низком сезоне, он будет длиться с ноября текущего года по конец марта 2023 года. И в целях поддержки авиаперевозчиков, как я уже упомянул, также была утверждена программа компенсации стоимости возвращенных пассажирских билетов. Объем поддержки составил 19,5 миллиардов рублей, и он сегодня уже исполнен в полном объеме. Мы также продолжаем оказывать поддержку временно закрытым аэропортам. На эти цели уже выделено 7,5 миллиардов рублей. Возмещению подлежат операционные расходы за период с марта по ноябрь текущего года. В условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления впервые государственная поддержка потребовалась и нашим грузовым авиаперевозчикам. На эти цели было выделено порядка 2,9 миллиарда рублей, и мы исполнили это в полном объеме, в 100%. Принятые меры поддержки позволили также стабилизировать деятельность единственного поставщика услуг аэроэнергетационного обслуживания в России. Это госкорпорация по организации воздушного движения, доходы которой существенно сократились ввиду отсутствия полетов зарубежных авиакомпаний. Объем субсидий составил 15 миллиардов рублей, из которых исполнено на сегодня 13,5 миллиардов рублей. В Минтрансе продолжается реализация трех традиционных программ субсидирования авиаперевозок. Уже выплачено 22 миллиарда рублей из запланированных 27,1 миллиарда рублей. Данные меры поддержки позволят обеспечить перевозку по льготному тарифу до 5 миллионов пассажиров в этом году. Это программы по Дальнему Востоку, 215 постановление 1242 и 172 авиакомпания «Аврора». В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифа, по данным Федеральной антимонопольной службы, на 10 ноября мы специально запросили, сделали замер, остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% относительно уровня 2019 года. Благодаря субсидированию у нас отсутствовал всплеск стоимости билетов в летний период, несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний. Например, у нас стоимость авиационного керосина в текущем году по сравнению с 2021 выросла более чем на 45%, а керосин стоимость билетов сидит более чем на 30%. Также мы не реагировали на инфляцию. По оценкам крупнейших авиакомпаний мы также проводили опрос. Если бы не было субсидирования, то уровень полетов сократился бы примерно на 20-25% в соответствии с сокращением числа перевезенных пассажиров. Я вам приводил пример летом, когда мы говорили, как мы летали на Петербург до 65 рейсов в сутки. Это делали все компании вместе с группой Аэрофлот. Сегодня ситуация, она также динамично развивается, несмотря на низкий сезон. И группа Аэрофлот летает сегодня в Петербург 28 рейсов в день. Остальные компании также поддерживают. У нас полеты из Москвы, между Санкт-Петербургом и Москвой, а также Москва-Сочи, Москва-Минеральные воды, Калининград, Махачкала, Казань, Екатеринбург, Владивосток и ряд других городов. Все это востребовано и все это продолжает действовать. Высокий сезон перевозок, средний тариф эконом-класса, о чем вы спрашивали, на внутренних авиалиниях был снижен. На конец июня, по данным которым я располагаю, его размер сократился на 10% к уровню прошлого года, в июле на 6% и в августе на 2%. В завершение хочу сказать, уважаемый Владимир Владимирович, за счет той поддержки, которая была оказана отраслей гражданской авиации в текущем году, нам удалось сохранить доступность авиаперевозок, мобильность населения и транспортную связанность страны. И в следующем году Россия будет праздновать столетие гражданской авиации, и к этому рубежу мы подойдем, благодаря вам, Владимир Владимирович, сохраненным флотом, что самое главное. И вот это решение, мне кажется, было основой и заделом для всех нас, чтобы мы сегодня могли сохранить персонал и видеть положительную динамику по пассажироперевозкам. Все, что зависит от гражданской авиации в нашей стране, мы выполним. Спасибо за внимание. Виталий Геннадьевич, мы летом договаривались уделить особое внимание и морскому судоходному каналу Волга-Каспийскому. Как там работа идёт? Ведь там всё-таки самое главное – это дно углубления, 4,5 метров, по-моему, на всём протяжении, чтобы суда могли ходить с такой осадкой. Как ситуация? Да, абсолютно верно, Владимир Владимирович. Волга-Каспийский судоходный канал – это, в общем-то, важнейший элемент инфраструктуры на нашем транскаспийском маршруте. Он входит с основной частью наш огромный логистический коридор северо-юг, который мы собираемся использовать в полном объёме. И в течение длительного времени было начато строительство в конце 19 века этого канала, и в конце 20 века было продолжено, и он увеличился по длине с 33 километров до 188. И сегодня мы, конечно, уделяем пристальное внимание обновлению этому объекту, потому что поддержание на проходной осадке судов не менее 4,5 метров – это та задача, которую мы обязаны решить, чтобы обеспечить нормальное судоходство в этом канале. Отмечу, что эта задача выполняется в условиях устойчивого снижения Каспийского моря. К сожалению, за последние минувшие 20 лет уровень моря упал на 1,5 метра. Это существенное падение, и его целью работ является обеспечение возможности развития морских российских портов. Их там три на Каспии – это Астрахань, Аля и Махачкала. Суммарная мощность портов – 19 миллионов тонн. Сегодня, слава богу, у нас есть большой задел. Они используются пока примерно на 28-30% своей мощности. Но узкое место является как раз вот этот канал. В текущем году силами Минтранса будет выполнено дно углубления. Хочу сказать, что мы впервые освоим объём 5 миллионов кубических метров. Это кратно превышает объёмы предыдущих лет. Например, в прошлом году мы там за год извлекали 2,5-3 миллиона кубов. И по итогам 2022 года мы собираемся достигнуть проходной осадки 4,2 метра. Напомню, что в прошлом году с учётом колебаний Каспийского моря у нас суда фактически ходили с осадкой 3,5 метра, что существенно затрудняло судоходство в данном районе. Вот для выполнения вот этого объёма работ мы привлекли беспрецедентное количество одного углубительного флота. Сейчас работают 28 единиц техники, включая 12 земснарядов различных типов. Мы их привлекли из различных морско-речных бассейнов, из Чёрного моря, Азова, Средней Волги, Волгобалта, Крыкамы. Создано условие для круглосуточной работы экипажей. На 2023 год перед нами стоит не менее важная работа провести извлечение грунта в объёме не менее 12 миллионов кубов. И вот этот объём будет, он уточнён весной по итогам контрольных промеров с учётом весенних паводков. Я хочу особо подчеркнуть, что все работы проводятся с проведением экспертиз, с соблюдением экологических требований. И вот в части финансирования работ, это, в общем-то, существенные деньги также понадобились. В этом году работы оплачивает наш федеральный ГУП «Росморорпорт». Это 1,6 миллиарда рублей. И госбюджет на следующий год нам выделил 2,5 миллиарда рублей. 3,1 миллиарда рублей мы возьмём за счёт инвестиционной портовой сбора. Это будет не бюджетный источник, но это также будет «Росморпорт». И мы вот в объёме 7,5 миллиардов рублей должны будем понести затраты, чтобы выполнить в полном объёме на углубление. Конкурс на выполнение работ будет завершён до конца текущего года. Мы привлекаем компании также из прикаспийских государств, там, кто имеет желание, мы открыты для проведения, для участия в конкурсе. Кроме того, нами ведётся сейчас строительство защитных дамб и разгрузочных каналов, что очень важно. Создание этих сооружений, оно позволит меньше заиливать фарватеры, тогда нам не придётся так часто производить на углубление в будущем. Все изложенные мероприятия позволят обеспечить возможность работы судов с осадкой 4,5 метра к концу 2023 года и сохранением отдельных участков одностороннего движения. Это допустимо, так работает ситуация, но если будет увеличение грузов, и мы это увидим, то мы также проведём дополнительные работы, и тогда сделаем полностью судоходный канал уже с двухсторонним движением при необходимости. Поэтому, Владимир Владимирович, пока всё ведётся в плане, и мы надеемся, что те задачи, которые перед нами поставлены, мы выполним. Спасибо за внимание. Да, там есть ещё пара элементов. Это порт Аля. Мы хотели исключить его в состав особых экономических зон и подумать о его развитии. Ведь на Каспии вы это знаете. Конкуренция увеличивается, и наши соседи, дай им Бог здоровья, они хорошо работают на самом деле, и свои портовые сооружения они развивают очень активно, очень активно. Реально создают конкуренцию, работают хорошо. Но в этой связи нам, конечно, нужно уделить этому особое внимание. У нас что здесь происходит, что-нибудь такое? Что-то мы делаем в этом направлении. Да, да, мы в этом направлении, безусловно, мы работаем. Мы должны будем передать в общей сложности 12 причалов, из которых два причала уже работают в особой экономической зоне. Порт Аля курирует особую экономическую зону Министерства экономического развития и торгу, Министерства экономического развития, извините. И мы свои четыре причала, которые принадлежат Росморпорту, также передаем. Мы дали своё согласие и подписали своё согласие Минэкономразвитию. И оставшиеся восемь причалов, это причалы, которые принадлежат частному бизнесу, мы также договорились о том, что они примут участие в свободной экономической зоне. Поэтому, я думаю, в следующем году у нас есть все основания на реализацию и на увеличение свободной экономической зоны по участию всех партнёров.